Сюрприз в несколько этажей. В Шемкенте пенсионерка случайно узнала, что является собственником целого общежития. Об этом ей сообщили сотрудники управления по государственным доходам. Вот только новость эта 58-летнюю Раушан Шуланову не обрадовала. Ведь ее обязали оплатить имущественный налог за недвижимость, которая по сути ей не принадлежит. Тут я пять лет жила. Сейчас в данный момент стоит вот это общежитие. На месте этого четырехэтажного общежития раньше был двухэтажный многоквартирный жилой дом. Пять лет назад его признали аварийным и снесли. Жильцам выплатили компенсацию по 5 миллионов тенге на новые квартиры. И вот недавно бывшая жилец Раушан узнала, что построенное на месте дома общежитие принадлежит ей. Она на мою балансе стоит. На основании чего она стоит, никто не может объяснить на мне. До сегодняшнего дня мне приходит налоговая, когда оплатит за это здание налог. Я сейчас в данный момент на это здание собственник. Налог всего 500 тенге, но женщине навязанная собственность покоя не дает. Она просит отдел жилищно-коммунального хозяйства освободить ее от нее. Чиновники же говорят, что Раушан Шаланова на самом деле не единственный собственник общежития, а долевой, как и семеро других жильцов снесенного дома. Специалисты ЖКХ утверждают, что неоднократно просили их переоформить документы, однако никто этого делать не стал. Сейчас всех собрали, повезли, так сказать, коллективно всех в департамент юстиции, Абайский. И сейчас мы уже по семи собственникам закончили. Один собственник остался, у него немного проблемы, у него выявились штрафы некоторые. И на данный момент сейчас этот процесс тоже решается. Жильцам общежития тоже некомфортно. Инвалид второй группы из Сирота Гульзада Дудпаева восемь месяцев назад вселилась в это общежитие с пятью детьми. Все это время мать-одиночка пытается открыть лицевой счет для оплаты коммунальных услуг и прописать своих детей. На ребенка прописку не могу оформить. С июня месяца я не могла открыть на себя лицевой счет, чтобы вовремя платить за свет, за воду. Собственник дома нужен был, у них там документы не были в порядке. В городском отделе ЖКХ заверили, процесс регистрации закончится уже через несколько дней. И тогда уже здание общежития будет по праву принадлежать городу.